Совершающие мероприятия сегодняшнего конгресса озвучиваются следующим образом. Это персонифицированная медицина в условиях реальной кардиологической практики. Как вы помните, наш конгресс начался именно с обсуждения этих подходов. Поэтому мы сочли уместным обсудить возможности персонификации ведения пациентов к кардиальной патологии. И мы поступим сегодня следующим образом. Мы представляем вам реальный клинический пример. Мы представляем вам подходы связанные с ведением данного пациента. И задача заключается в следующем. Найти те узкие места, найти те особенности, которые иногда мы отодвигаем на второй план. Хотя на самом деле они могут иметь очень большое значение. Поэтому я прошу загрузить первую презентацию, которая клинический пример. Мы с вами начнем обсуждение. А далее присоединится ко мне профессор Недогода Сергей Владимирович. И мы на пациента посмотрим с разных сторон. Итак, уважаемые коллеги. Итак, уважаемые коллеги. Каждый из нас, кто сталкивается с больными сердечно-сосудистой патологией, может совершенно спокойно сказать. Сегодня я видел такое-то количество клинических случаев, завтра их может быть, может быть больше. И в данном случае приводится пример, позволяющий просто порассуждать по поводу того, как мы видим больных с кардиальной патологией. Итак, пациенту 62 года. Он поступает в клинику с острым инфарктом миокарда без подъема сегмента СТ через 6 часов от начала заболевания. Смотрим по анамнезу заболевания. У пациента второй-третий функциональный класс стенокардии. Вы видите, что это длится на протяжении 3 лет. У него, естественно, целый ряд факторов. Это обозначение артериальной гибертонии. Сахарный диабет 7 лет. Он достаточно много курит по определению. При регистрации электрокардиограммы выясняется сопроявление, разве эти признаки инфаркта миокарда, характеризующие нижнюю стенку, 2-3-2 мм, повышенный уровень тропонина. Человек поступает в инвазивную клинику, где выполняется коронарная ангиография. И вы видите, уважаемые коллеги, заключение, которое было представлено врачами, которые выполняют коронарную ангиографию. Итак, это поражение передней нисходящей артерии, поражение проксимальное, но стеноз менее 50%. Есть стеноз средний, третья огибающая артерия менее 50%. Проксимальный стеноз также, а также проксимальный стеноз 30% и критический стеноз 90% в средней трети правой коронарной артерии. То есть по локализации поражения коронарной артерии, по клиническим электрокардиографическим признакам, мы можем говорить о инфаркте миокарда без подъема сегмента изны. Достаточно типичная клиническая ситуация. Для большого региона, где требуется определенное время для доставки пациента в инвазивную клинику, для региона, где мы активно обсуждаем фармакоинвазивный подход, пациент оказался в инвазивной клинике. Итак, если посчитать параметры шкалы ГРС у этого человека, оказалось, что цифра равна 116, и это определяет промежуточный риск, тот промежуточный риск, который дает нам, ну, какое-то время для принятия решения о выполнении процедуры. На самом деле этому человеку выполнили чрезкожное коронарное бежатьство, и правую коронарную артерию, которая была поражена, имплантировали стенд, стенд с лекарственным покрытием, ну, а дальше назначается обычная стандартная терапия, которая включает терапию во время процедуры, в последующем назначение двойной антитерапноцитарной терапии. До того момента, как я перейду к следующему слайду, я попрошу вас еще раз посмотреть на эту информацию, ну, и, наверное, общее впечатление у вас будет следующее. Похоже, это типичный больной, с которым каждый из нас с вами сталкивается. Инфаркт без подъема сегмента СТ есть, он поступил первые 6 часов от начала заболевания, мы провели всю необходимую диагностику, подтвердили диагноз, и даже выполнили чрезкожное коронарное бежатьство. Лишь только добавлю, что у этого пациента с ишемической болезнью сердца, инфаркта миокарда без подъема сегмента СТ, есть еще определенные факторы. Прежде всего, обращая ваше внимание на наличие сахарного диабета. Посмотрим на результаты эхокардиографического исследования. Мы обращаем с вами внимание на фракцию выброса левого желудочка. Она явно меньше 40, поэтому мы говорим, что это сердечные недостаточно сосниженные фракции выброса. Все равно происходит процесс переключения. Дальше. Наличие гипертрофии миокарда левого желудочка, человек страдает артериальной гипертонией, это вполне объяснимо, а также нарушение диастолической функции. Итак, помимо того, что это инфаркт миокарда без подъема сегмента СТ, больного имеющего несколько факторов риска, мы выявляем больного, которому выполнили процедуру, и по цели выполнения процедуры выполнили эхокардиографическое исследование, мы обнаружили систолическую дисфункцию левого желудочка. Тоже вроде бы ничего необычного нет. Давайте, уважаемые коллеги, посмотрим на медикаментозную терапию этого пациента. Если вы визуально прибежитесь глазами по той терапии, которая была рекомендована этому больному, вы скажете, что, в общем-то, это соответствует реальной клинической практике, потому что мы должны были обсуждать назначение двойной антихромоцитарной терапии, она перед вами, мы видим сахароснижающую терапию, она перед вами, а также в этом локатор, ингибитор АПФ, статин. Вот на данный момент времени, если бы мы увидели такого больного в условиях вашей реальной клинической практики, у вас могли бы быть хоть какие-то вопросы по этому больному? Вот есть что-то первое, что вам бросается в глаза, что, ну, заставляет задуматься? Вы сейчас поймете, почему я спрашиваю этот вопрос? Ну, например, я начинаю рассуждать таким образом. Вроде бы, он лично больной. Почему у него фракция 39? Это большой участок поражения миокарда, но у него нижняя стенка. Если мы говорим про то, что у него есть несколько заболеваний как таковых, он наблюдался энное количество лет с его стенокардии 2-3 функционального класса с анализом 3 года. Почему он оказался в инвазивном центре только тогда, когда развился инфаркт ПЕК? И вот этих почему может появиться очень много. С точки зрения его терапии, я могу сказать, что это полностью соответствует стандартам. Попробуйте мне возразить, если это не то. Двойная терапия есть? Есть. Мы обсуждаем терапию после инфарктов больного, мы традиционно назначаем бета-блокаторы. Мы назначаем ингибиторы, мы назначаем статины. Вы мне можете вернуть, например, фразу, а почему там 40 мг аторостатина, а не 80 мг, как это прописывается по рекомендациям. У него есть своя сахароснижающая терапия, которая сопровождалась и сопровождала его по жизни после назначения эндокринолога. Может быть, сейчас у вас появится вопрос. Ну, например, это же больной с инфарктами акарда. А почему он не получает инсулин? Ведь у нас традиционно в позиции врачей-кардиологов установилось. Ах, если у него острый инфаркт миокарда, он должен быть переведен на инсулин. Хотя наши коллеги-эндокринологи говорят, что вы еще сначала хорошо подумайте, кардиологи, тогда, когда вы решаете перевести человека на инсулин. То есть чувствуете вот такие тонкости? И формальная, и реальная сторона вопроса, здесь все хорошо, с точки зрения выполнения уже деталей, появляются те или иные определенные вопросы. Жизнь ежен. Он проходит реабилитацию, выписывается из стационара и поступает через 8 месяцев снова в этот же госпиталь. Пожалуйста, посмотрите на жалобы, которые вы видите у этого пациента. Помимо болевого синдрома и характеристики подъема на один этаж, мы понимаем с вами, что мы говорим о возвращении стендокардии третьего функционального класса, явно описание жалоб, которые говорят о проявлении сердечной недостаточности этого человека. Больной, имеющий многососудистые поражения, что на самом деле характерно для больных с сахарным диабетом, имеющий при этом критическое поражение средней трети только одной правой коронарной артерии, у остальных было меньше 50, уже имел сердечную недостаточность. Мы предполагаем, что он срадал сахарным диабетом. При этом проходит процедура, выписывается без болевого синдрома, все у него замечательно, хорошо, реабилитируется, через 8 месяцев у человека появляется симптоматика плюс сердечная недостаточность. Вы мне можете сказать, я не показал вам ничего удивительного. Время от времени мы сталкиваемся с больными, у которых возобновляется стендокардия. Это факт, но здесь же сердечная недостаточность. Смотрим на клинический статус. Индекс массы тела 29. Мы смотрим на наличие ветикулярного дыхания сухих хрипов, тон и сердцеприглушность, систолический шум на верхушке. Давление не низкое, 1385, частота 74 удара в минуту, ну, немного увеличена печень, постойность более низкого. Вот посмотрев на вот это описание, я бы попробовал бы сам себе задать вопрос. А есть ли что-то у этого человека необычное? Вот в моем представлении я должен попытаться, например, объяснить, а почему должен быть систолический шум? Вы мне скажете, что это очевидно, потому что у больного систолическая дисфункция как таковая. А вот если я вернусь сюда, вот здесь вот, например, изображение показывает наличие действительно микроральной дисфункции. Почему? Да, человек, страдающий гипертонией, но будет у него гипертрофия миокарда левого желудочка. Да, у человека есть тонокардия, сахарный диабет. Даже я увидел после инфаркта миокарда фракцию выброса 39. Я попытаюсь все списать на перенесенный инфаркт миокарда, но у него начинается возобновление болевого синдрома как такового. Дальше, уважаемые коллеги, смотрим на лабораторные инструментальные показатели. Как мы с вами уже говорили, первой-второй степени метральная либургитация, эхокардиография показывает фракцию выброса 38. Не задумывайтесь, а почему? Мы улучшили ревоскалилизацию миокарда в бассейне нижней стенки. Она может быть не самая главная по сравнению с передней стенкой по определению систолической функции. Это я понимаю, но вообще-то хотелось бы, чтобы фракция выброса после моей процедуры выросла. Дальше, я вижу повышенный уровень пептида. Мы говорим про 40 мг аторва при выписке, а на самом деле цифра 2 и 3, обсуждая наши национальные рекомендации, цифру 1 и 5. Тут появляется массовый вопрос. Итак, смотрим, что изменилось. Появилось вполне закономерное желание уменьшить дозу аторва статина. Значит, какие могут быть цифры 1 и 8, доза не увеличилась, а уменьшилась. Раз. Следующее. Несколько уменьшилась доза препаратов. И то, что точно работает, это двойная антитромоцитарная терапия. Наша логика. Не будешь принимать двойную терапию, стенд закроется, тогда все будет плохо. Ну и дальше известно разговор врачей и пациентах. Смотрим развитие событий далее у этого человека. У этого человека действительно произошел возврат стенокардию. Ему потребовалась повторная имплантация стента. Все традиционно, так как положено, до выполнения процедуры у человека отменили метформин. За двое суток до и после повторного выполнения процедуры имплантации стента с лекарственным покрытием. В данной ситуации осознанно строился фокус на то, чтобы провести назначение стандартной терапии, включая кардиопротекцию. Вопрос сводился банально к следующему. Надо попытаться защитить миокарду у данного пациента. На что бы мне хотелось обратить ваше внимание. Мы выполняем процедуры. Обратите внимание, насколько изменилась концентрация кретинина плазмы в первой госпитализации, во второй, в зависимости от того, когда измерялся кретинин до и после процедуры. В первом случае достаточно существенный рост, во втором гораздо более низкий рост. А теперь красно выделено то, с чем выписан был больной. И обратите внимание, красное это новое назначение. Первая реакция врача. Реакция врача, говорящая о том, вот это было, вот это стало. Явно идет в сторону увеличения количества препаратов, назначаемых пациентом. В двойной терапии изменения, ингибиторе АПФ изменения, антагонизм минералокартикоидных рецепторов, которого не было, изменения. Статины более усиленная доза. Кардиопротекция осталась с триметазидином. Эмпоглифлозином. То есть врачи и кардиологи осознанно обсуждают другие препараты. А не препараты, только направленные на кардиальную патологию. Если можно, мы сейчас загрузим вторую презентацию, чтобы мы с вами обсудили то, что у этого человека через 12 месяцев была получена достаточно хорошая клиническая картина. То есть мы выполнили свою работу ценой увеличения количества препаратов, к которым мы ведем наши пациенты. Сегодня мы попробуем посмотреть на вот этого пациента. Вы согласитесь со мной, у него СБС, сахарный диабет и сердечная недостаточность, предполагая обсуждение нестандартных вещей. Которые часто в аудитории кардиологов остаются за бортом обсуждения. Вопрос, что вы от меня хотите? Его простатировали, него реабилитировали, его отпустили домой на хорошей фармакотерапии. А уж если он в аллее, то тогда надо повторять все сначала. Не кажется ли вам, что в этом есть что-то неправильное? Вот давайте обсуждать. Первое по определению. Нам надо понять, что вот эти вещи очень сильно взаимодействуют друг с другом. Поэтому наличие атеросклероза, кое у пациента есть, с сахарный диабет и травмостентом, может объяснять единый механизм. И к этому надо быть потенциально готовым для того, чтобы предполагать развитие событий. Почему это был тикагрилон? Логика простая, потому что мы сейчас отдаем препарату предпочтение. Он выиграл кукла педагриля в исследовании платы. И мы понимаем, если у человека возникло развитие рестеноза, инстенцтеноза, почему бы нам не поменять на трубопрепарат? Это абсолютно логично, это абсолютно правильно. Вопрос вводится к тому, что сколько времени продолжать эту терапию? По последним тенденциям мы с вами понимаем, больные с сахарным диабетом попадают в группу, которой терапию надо продлить за 12 месяцев. Это тоже вопрос, который надо обсуждать. Следующее. Да, действительно, у нас очень мощная доказательная база благодаря исследованию платы. Это факт. Мы понимаем, что независимо от того, был ревосклерозирован больной, либо нет, тикогрилон выигрывает у клапидагриля. Почему произошла смена атормостатина в сторону розумостатина? Ну, тут тоже понятно. Было 40, стало 20. Если быть объективным, не было адекватного контроля холестерина либо протеида в низкой плотности. В данной ситуации у нас есть доказательства того, что если мы используем розумостатин, мы можем рассчитывать на регресс коронарного атеросклероза. В данной ситуации это обсуждается либо со стратегией более комбинированной терапии, то есть к которому статину вообще можно было бы думать добавить, плюс еще одну таблетку, либо перевод на розовую статину. Проблема, коллеги, сводится вот к чему. Это интереснейшее поле обсуждений. Уже сейчас в национальных рекомендациях цифра 1 и 5, и уже сейчас снова обсуждается, что чем жестче мы будем работать, тем больше результата мы добьемся. Ну вот смотрите, резкое, существенное снижение холестерина либо протеида в низкой плотности уменьшает объем атерома. Но у нас есть должно быть и понимание того, что если мы эффективно контролируем терапию и используем адекватную дозу, мы могли бы получить и регресс атеросклероза на розовую статину, что бы и сделали. Я могу обсуждать назначение ингибиторов ПТСК-9, прекрасно понимая, что ни сегодня, ни завтра, по крайней мере в нашем городе, эти препараты у этих больных использоваться не будут. Но я понимаю, что даже среди статинов я должен осуществить адекватный выбор препаратов и дозы как таковы. Теперь очень интересно, нужен ли этому человеку бета-адреноблокатор. Вы мне скажете, конечно, да, это же больно, пусть ЕБС, пусть процедуры и так далее. Вот этот анализ включил более 700 тысяч больных. 70% из них получают бета-адреноблокаторы. Обратите внимание на то, что по большому счету показатели за 30 дней или даже за 3 года фактически не отличались, и послушайте, как это звучит парадоксально, но тем не менее факт, на терапии бета-адреноблокаторов больше бы даже было случаев сердечной недостаточности. Кто про это думает? Я отработал свой положенный срок, я забыл пациента, потому что он сейчас передо мной, завтра его нет. Ну и если я назначаю рекомендацию тех или иных препаратов, вы видите, что по каждому классу препаратов приходится думать. Вот в чем смысл наших сегодняшних воздействий. Я рассчитывал бы у этого человека увеличить фракцию выброса. Обратите внимание, как, например, снижается фракция выброса у больных СВС, если с ними ничего не делать. И как она может вырастать, если ревоскулизировать больную. У нашего больного не произошло этого. Не появляется никакой мысли. Возможно, тот его бэкграунд в виде сахарного диабета, артериальной гипертонии, возможно, асимптомного коронавроза уже долго делал свою погоду. Но мы системно сработали за отрезок времени инфаркта миокарда без подъема сегмента СТ. Потом мы его застатировали, назначили терапию, и, в общем-то, не подумали о других механизмах как таковых. Факт. Если улучшится фракция выброса, вы можете рассчитывать на улучшение прогнозов. В нашей ситуации больной, как находился в сердечной недостаточности с низкой фракцией выброса, вот это вот здесь, так и оставался в ней. Помните только, что чем больше снижается фракция выброса, было 39-38, не такая уж большая разница, но если бы у него было бы 25, это точно было бы проявлением ухудшения прогнозов при всех прочих равных условиях. Я понимаю, что согласно существующему алгоритму, я должен лечить этого пациента. И ведь я вижу, что у него произошла смена терапии с энолоприла на ингибитор АПФ. Но здесь, как вы понимаете, есть еще одно очень важное действие. Это препараты класса Арним. Это российские рекомендации, это европейские, наоборот, это российские рекомендации, это европейские, очень похожие по большому счету друг с другом. Почему периндобрил был выбран? Хотя был такой же ингибитор АПФ и налоприл, который позволителен и показан для больных с инфарктами акарда или сердечной недостаточности. За счет дополнительных свойств, которые были получены для периндобрила в данной ситуации, из исследований Европы. Специальные анализы показали защиту эдотериальных клеток. Это очень важная характеристика. Вторая важная характеристика – это регресс коронарного атеросклероза. То есть я назначил ингибитор АПФ потому, что у него есть ИБС, инфаркт миокарда, и кто говорит, что это неправильно? Это правильно. Или же я назначил ингибитор АПФ передобрил, у которого есть ИБС, перенесенный инфаркт миокарда, но думаю о большей протекции сосудистой стенки. Будем объективными. Мы часто про это думаем. То есть мы знаем теоретически, что да, это важно. В данной ситуации это практическая реализация вот этих вот всех мыслей. То, что появился эпиленон. Логично? Конечно, да. Фракция выброса меньше 40, у него появилась сердечная недостаточность. Явно второй функциональный класс сердечной недостаточности как минимум одно и больше. Поэтому добавление в терапию антагониста минералокартикоидных рецепторов абсолютно оправданно. Так? Так. Другое дело, что если уж совсем погружаться в детали, больше доказательств при втором ФК именно на эпиленонии. В меньшей степени на другом антагонисте минералокартикоидных рецепторов спиромлактонии. Хотя рекомендации говорят, возьми просто антагонист минералокартикоидных рецепторов. Вы видите снижение числа повторных госпитализаций по поводу сердечной недостаточности. Очень мощный процент. Минус 23, минус 42 процента. Вы вполне вправе сказать, мы понимаем, есть терапия у постинфарктного больного подвергнутой процедуре. Но есть ведь еще громадное количество лекарств, которые можно использовать при сердечной недостаточности. И вот это представлено таким образом. У нас есть ингибитор, нам сортан не нужен, больной не кашляет абсолютно. У нас есть бета-блокатор, нам нет надобности контролировать ЧСС, можно обсуждать его обратил. У нас есть антагонист минералокартикоидных рецепторов. Вы бы этому человеку назначили ОРНИ? А это вопрос. Это вопрос по той простой причине, что рекомендации говорят, вообще-то надо заменить, если остается второй функциональный класс. У нас на самом деле динамика наступила весьма положительно. Я бы очень хорошо подумал, надо ли назначать препарат, который называется ОРНИ, в аббревиатуре рекомендации LCZ 696, у наших больных. Но с другой стороны, я вспоминаю, что у больного-то сахарный диабет. И оказывается, что у больных с сахарным диабетом этот препарат обеспечит по сравнению с ингибитором ОПМ снижение гликированного гемоглобина. Или, например, потребности в инициации инсулина. Представляете, я сам себе сейчас пытаюсь сказать. Ведь смотрите, есть стереотип, который заставляет меня поступать по определенным шагам. Раз, два, три. И никто мне не скажет, что это делается неправильно. И вдруг получается, что я, отодвигая в сторону, как врач-кардиолог, сахарный диабет, вспоминаю о препарате, который может дать дополнительные преимущества, если у больного есть сердечная недостаточность. То есть чувствуете, как строится мысль, чтобы найти наиболее лучшее с точки зрения ведения этого пациента. То, что человеку сделали повторно в коронарографии, удивительного ничего нет. И частота болевого синдрома вообще бывает достаточно часто. Но знаете, что удивительно? Когда у человека появляется боль, автоматом во много-много раз вырастает вероятность выполнения коронарографии. Ну, если хотите, это звучит так. Ах, если у тебя болит, точно что-то с артерией. У него так и получилось, кстати. Нужно выполнить коронарную ангиографию. Но никто не забывает повторить, что очень много больных, которым выполнили ангиографию, а там все спокойно. Двигаемся дальше. Очень важным, коллеги, является понимание того, что сделали с этим больным. Итак, смотрите, у человека появилась боль. Важно выявление состояния миокарда, либо с помощью стресса, эхокардиографии. Выявление нарушения региональной сократимости. Чтобы понять, нужно ли двигаться в сторону инвазивных, мешать и жду этого больного. Этот больной болел. На фоне недостаточности кровообращения он давал болевой синдром. Врачи оказались правы. Но подчеркиваю, значимость того, что стресса, эхокардиография, санценты функций миокарда играют очень важное значение. Помним всегда, у нас можно с помощью процедуры добиться того, что наступает, например, дистальная имболизация. Так бывает при выполнении процедур. Это тоже серьезно надо учитывать, когда мы обсуждаем миокарда. Помните, я вам показывал цифры по повышению уровня креатинина. Смотрите в отношении защиты миокарда. Статины, бета-блокаторы, триметазидин, но если не брать и шиперические препараты, это те препараты, которые могут осуществлять кардиопротекцию. С бета-блокаторами у нас есть. Со статинами мы выбрали замечательный статин. Мы выбрали триметазидин. Все замечательно, хорошо. Мы долго занимаемся этой работой, и я могу сказать, что на протяжении долгого времени мы получаем доказательства хорошей эффективности работы с триметазидином в больных коренежках чешкожно-коронарной вмешательств. Это был целый цикл работы. Мы снижаем частоту, например, госпитализации по ходу острого коронарного синдрома. А вот на это я хочу обратить ваше внимание, коллеги. Это реально факт того, что когда развивается контраст индуцированная нефропатия, надо быть готовым к этому. Больной с сахарным диабетом. Почки у него явно вовлечены в процесс. Мы ведь с вами не знаем, сколько контраста использует наш врачный ангиографист. Мы не присутствуем в операционном блоке. И обратите внимание, самая простая рекомендация. Уменьши объем контрастного вещества. Вы что думаете, что это будет учитываться? Для этого надо подготовить специалиста, который это дело делает. Можно использовать определенные растворы. Или, например, классика жанра гидротация перед процедурой ЧКБ до и после. А с точки зрения защиты почек, запоминаем, у всех на слуху два препарата. Либо статины, либо триметазидин. Статины есть, триметазидин у человека есть. Очень хорошо и замечательно. Но оказывается, что можно осуществить еще хорошую нефропротекцию. Вот вам снижение у меня кретинина, если осуществляется использование препарата, казалось бы, карбиопротективного. Но мы можем защищать и почки. Я говорю о триметазидине. По крайней мере, вот этот двойк говорит о том, что триметазидин должен рассматриваться в качестве эффективного средства в профилактике контраста индуцированной непропатии у больных с почечной дисфункцией. Один из последних анализов 2017 года подтверждает вот эту позицию. Возникает вопрос. Человек заболел 6 или 8 месяцев прошло в отношении того, когда выполнена первая простудура, а потом вторая. По идее, можно было бы сразу задать вопрос. Скажи, пожалуйста, это было первое появление боли? Или человек шел к появлению боли несколькими шагами? Это абсолютно разная ситуация. Если бы у человека боль появилась за несколько месяцев до повторного поступления, либо несколько недель, надо было уже тогда обсуждать кардиопротенцию. Мы знаем, что мы можем снизить потребность в реоскалилизации и возвратиться на кардейск, где используется триметазидин. Но можно эксплуатировать еще возможность снижения частоты рестеноза у больного после процедуры по реоскалилизации миокарда. Уж доказательства у больных с ЭПС и сахарным диабетом на триметазидине они точно есть. Но вопрос еще в том, что теперь рекомендации говорят, при сердечной недостаточности смотри на триметазидин, как препарат, который эффективно контролирует стенокардию. Массу положительных эффектов мы можем получить. И вопрос заключается в том, что мы выбираем одно из направлений, которое привычное для нас, но мы должны понять, что мы хотим получить. Защиту почек, коронарных артерий, кардиопротекцию, улучшение фракции выброса. В данном случае это играет очень важную роль, чтобы понять, как контролируется кардио этого человека. Бета-блокатор есть, гибобродит нам не нужен, ЧСС контролируется, триметазидин играет свою важную роль. Я демонстрировал во время этого конгресса вот этот гриллиантовый подход, который, на мой взгляд, является действительно очень важным. Если уж человек болеет, нужно выбрать те антиогенальные препараты, которые, по нашему мнению, лучше всего будут его контролировать. Соответственно, мы должны выбрать те лекарства, которые будут контролировать боль. А теперь, на мой взгляд, очень важны следующие обстоятельства. Все врачи прекрасно понимают, что у больных с сахаром, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями применение эмпоглифлозина будет оказывать положительную роль по снижению риска частоты сердечно-сосудистых событий. Но давайте зададим себе вопрос. Знаю я эту информацию уже достаточно давно, всегда ли врач-кардиолог смотрит на препарат эмпоглифлозин как кардиологический препарат? Сергей Владимирович может возразить мне, но я скажу, как я считаю. Но врач-кардиолог скажет, что я тут ни при чем. Вот там есть эндокринолог, вот идите к нему, он и решил. И задумайтесь, человек имел дисфункцию левого желудочка и вошел в сердечную недостаточность, продолжает принимать метформин. И второй сахароснижающий препарат. Утеряно точно было время, когда можно было бы очень много выиграть. Почему? Мы снижаем частоту сердечно-сосудистых событий, мы снижаем смерть по всем причинам, слушайте, люди живут дольше. Мы снижаем частоту госпитализации по поводу сердечной недостаточности. Смотрите, как интересно. То, что это сахароснижающий препарат, вы это знаете прекрасно. Но вот в этом обзоре, который был опубликован в 2017 году, была осознанно представлена информация, взгляд на препарат, как диуретический. Вот здесь в табличке, в рамочке приводятся все диуретические препараты. И сахароснижающий препарат, который дает массу положенных эффектов, кардиологами рассматривается тоже как диуретический препарат. Что очень важно иметь в виду, коллеги. Если вы осознанно работаете с эмпоглифлозином, и вы работаете вместе с эндокринологом, пока, может, через какое-то время мы сами будем работать более активно, всегда, пожалуйста, помните две очень важные вещи. Эмпоглифлозин – это серьезно. Как представитель класса, он выглядит сейчас наиболее предпочтительно. Вам надо знать объем циркулирующей крови, вам нужно знать уровень артериального давления. Почему ОЦК? Да потому, что у препарата есть свойства диуретика. Там несколько механизмов, но это свойства диуретика. Значит, если у больного гиповолемия, я не буду погружать больного в избыточное применение диуретиков. Зачем? Препараты так оказывают свое положительное действие. Если у больного артериальное давление, то надо ответить на вопрос, у него гипертензия, у него нормальное артериальное давление, либо гипотензия. То есть, всегда надо помнить, что терапия, которая направлена на сахарный диабет, на самом деле блестяще работает как средство для лечения кардиального больного, то есть сердечно-сосудистые средства. Иными словами, реально выбор тех или иных препаратов, на самом деле, подразумевает достаточно большие мысли. Есть то, что вершина айсберга и большая работа подводной части, которая позволяет выбрать данный препарат. Да, действительно, у нас эмпоглифлозин работает хорошо на фоне диуретиков. Смотрите, свойства, которые мы связываем при назначении подобного рода препаратов. Если я обсуждаю сахароснижающие препараты, я всегда должен помнить о сердечно-сосудистых эффектах. Тем более, что у больного есть ИВС, перенесенный инфаркт миокарда, стендирование и сердечные недостатки. Именно поэтому, коллеги, мы остановились на этой терапии. Вы опять можете сказать много. Вопрос сводится к тому, что большинство этих препаратов реально работает по вторичной профилактике и снижает риск сердечно-сосудистых событий. Что-то в этой терапии может быть видоизменено. Но помним, что у человека была фракция выброса меньше 40 после двух процедур. Да, он не болеет, мы компенсировали его. И вот здесь выигрыш был очень большой. Не только от кардиальных препаратов, но и сахароснижающей терапии. Я предлагаю поступить следующим образом, перед тем, как показывает красоту в отношении выбора. Сергей Владимирович, Ваша точка зрения на этот пример, чтобы понять, что мы учли, а может быть, что-нибудь мы не учли. Спасибо, Юрий Михайлович, уважаемые коллеги. Ну, я в продолжении того, что говорил Юрий Михайлович, скажу, что, наверное, сахарный диабет является как раз классической моделью полиморбидности, коморбидности, о которой мы говорили. Я вот на симпозиуме выступал, я считаю, что их вообще на самом деле не очень много. Это пожилой пациент, где всегда много болячек, это больной с ожирением, это больной безусловно с сахарным диабетом. Поэтому, хотим мы или не хотим, но мы в введении этих пациентов будем задействовать врачей совершенно разных специальностей, и, в принципе, настанет время, когда надо будет определяться с приоритетами, кто что и в какой степени ответственности должен означать этому больному. Ну, вот я представил здесь взгляд терапевта, потому что о многом, о чем говорил Юрий Михайлович, я повторяться не буду, посмотрите, будет диабетическое сердце. Ну, в общем, мы видим с вами, что, конечно, существует огромное количество предпосылок. Очень важный аспект, мы не сговаривали с микроангиопатией. При сахарном диабете это одна из ключевых аспектов поражения почек, поражения сердца. И, конечно, здесь то, что вы всегда приводите пример с забитыми сосудами, где не проходит эритроцит, ясно, что путь расширения сосудов или путь уже поздно, это все со статинами и так далее. Значит, должна быть терапия метаболическая. Ну, вот вы видите здесь, на этом слайде, сахарный диабет и взаимодействие его с кардиомиопатией. То есть, вот все, что есть у этого больного, оно получается суммируется. То есть, это синергизм побочных, синергизм патофизиологически нежелательных механизмов. Причем, ну, здесь вы видите, уже вчера звучало, это генетика, то, о чем говорил Евгений Владимирович Лихтов. Соответственно, очень важно понимать, что бонусом к тому, о чем говорил Юрий Михайлович, прилетает еще очень выраженный фиброз. Фиброз, он касается, к сожалению, здесь не только коронарных, то есть, не только кардиальных вещей, но и почек, и, соответственно, со всеми отсюда вытекающими последствиями. Отдельная тема. Мы понимаем, что вот эта интоксикация глюкозой, она приводит к развитию поражения не только периферических нервов, когда мы говорим о автономной диабетической нейропатии, но и кардиальной нейропатии. Причем кардиальная нейропатия у этих больных, она появляется значительно раньше, чем появляются маркеры периферической диабетической нейропатии. А кардиальная нейропатия – это вот эти наборы с нарушением амтостатической устойчивости, пробы вальсальго, тахикардии и так далее. Но, смотрите, ее, во-первых, распространенность, а самое главное – смертность. То есть, эти больные находятся в угрожаемой группе риска. Они и так из-за сердечной недостаточности находятся в этой, и каждый, мы вспоминаем, да, что последующая госпитализация повышает существенно риски смертельного исхода. Но они и здесь, причем здесь уже набор, который совершенно другой, он не связан как бы в прямую сердечной недостаточности. Безболевая ишемия, ниже порог болевой чувствительности, что на периферии, что на кардиале, высокий риск нарушения ритма, выраженная гиперкаратия, мы говорили, и нарушение реологии, значит, у нас появляется целая совокупность факторов, других, которыми нужно бороться помимо. Ну вот, если посмотреть на начальные проявления коморбидной патологии при наличии и отсутствии сахарного диабета, мы видим, одна из которых даже визуально увеличивающихся таких, ну, барокли, как говорят, шпал, это сердечная недостаточность. Ну, я думаю, что вот первая картинка, которая показывала, она совершенно... Ну, и посмотрите, к чему это приводит. Приводит это все к тому, что при сахарном диабете в три раза выше частота риска сердечно-сосудистых осложнений, а риск смерти сердечно-сосудистой за пятилетний период наблюдения вырастает на 53%. Значит, и мы видим, что, да, если остальные не очень изменились, ну, например, транзиторные ишемические атаки, коронарные вещи незначительно изменились, инсульты чуть увеличились, то вот эти вещи, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, они значительно вырастают. Следующая проблема. Ну, вот как взаимоотносится сердечная недостаточность и сахарный диабет? Очень грустно. Если еще это пожилой возраст, а наш пациент уже на грани таком, в общем-то, перехода из обоевозрастной группы, то это еще бонусом прилетает в 1,3 раза чаще. Ну, и следующая вещь, которая тоже чрезвычайно важна, что вот с точки зрения не только мультиморбидности, но и оценки влияния сахароснижающих препаратов на сердечно-сосудистые риски, ведь эта тенденция появилась относительно недавно. Именно из-за сердечной недостаточности все это началось, потому что мы видим с вами, что вот эти классические вещи по группе диазолин-диаминов и ДПП-4, они-то и спровоцировали сегодня стандарт исследования препаратов сахароснижающих с позиции их кардиологической безопасности. И дальше развитием этого стало как раз то, что многие кардиологические препараты оказались полезными с точки зрения снижения риска сердечно-сосудистых осложнений. Ну, вы посмотрите, частота госпитализации высветлений хренаала ЛАИ в огромное при сердечной недостаточности. Патогенез он хорошо известен, я хотел бы здесь только опять-таки еще раз подчеркнуть, что структурные изменения начинают страдать вкупе с нейротропными изменениями. А вот теперь посмотрите сердечная недостаточность в различных исследованиях по сахарному диабету и насколько у нас эффективны здесь разные... Он много, Юрий Михайлович говорил, он говорил вам о блокаторах Арни-2. Ну, посмотрите, их эффект при сахарном диабете, да, там литированный гемоглопин достигается лучше, но в общем не очень впечатляет, что он в принципе, если посмотреть, близок к тому, что нам дают сортаны, близок к тому, что дают ингибиторопы. И как ни странно, здесь очень хорошо работают в этом адреноблокаторах, а у нашего больного там было бы и так далее. Но в лидеры, что у нас выскакивает? У нас эффект, значительно превосходящий даже классические классы препаратов для лечения сердечной недостаточности, ампудрифлазина. Вот часто сегодня эту парочку сравнивают между собой, потому что оба препарата дали снижение общей смертности. Но по сердечной недостаточности выигрыш у ампудрифлазина он просто в два раза лучше, чем у ампудрифлазина. У ампудрифлазина вообще кривые не расходятся, а у ампудрифлазина уже через полгода статистически достоверное различие этих кривых. Ну вот здесь анализ многих исследований, и вот она глупо ДПП-4. Смотрите, только один из ДПП-4, ситоглиптин, оказался нейтральным, а два других, они показали ухудшение течения сердечной недостаточности. И опять здесь, на этом мы видим выраженные позиции особняком стоящего ампудрифлазина. Таблица, которая появилась в 2013 году, она периодически, как молодежь говорит, апгрейдится. Но для нас интересна вот эта составляющая, сердечная недостаточность. И посмотрите, всего 4 года назад у нас все было гораздо менее оптимистично, чем сегодня, когда мы говорим. 4 года назад прошло очень мало времени. У нас с вами и ЖЛТ-1 были нейтральными, и у нас здесь и ЖЛТ-2, вы видите, считались нейтральными. И только когда закончился МПР, поменялись позиции. На нашей с вами жизни, при нашей с вами существовании, произошло довольно кардинальное изменение позиции сердечно-сосудистых препаратов. Но если говорить о том, что мы знаем с позиции сахароснижающих препаратов, то мы видим, что впервые Метформин достаточно хорошо продемонстрировал снижение общей смертности при хронической сердечной недостаточности. Колоссальная разница между пиоглитозоном и розоглитозоном. И, собственно, после этого был поставлен значительной степени крест на широком применении этого класса препаратов. Ну а европейские рекомендации уже приводил Юрий Михайлович однозначно выскальзываются в отношении Метформина. Пока не противопоказано и категорически против диазолит, дианинов, глидозонов и реки красных прочертен. Класс доказатель, что их назначать нельзя. Если мы посмотрим на сердечную недостаточность, я уже говорил с позиции ТПП-4, которые, казалось бы, можно было назначить этому больному, мы видим, выигрыша не будет. То есть, мы их назначить что можем, они безопасны. Кликемический контроль будет лучше. Но выигрыш по конечной точке не будет. Ну и по саксоклиптину, вы видите, если мы промахнемся с выбором, то тогда у нас вообще риски существенно возрастут. Это то, о чем я говорил. Вот вы видите, здесь это позиция 2016 года по этим препаратам саксоклиптина вакалиптину даже внесли изменения в инструкции. Вот эти трайлы 2, о которых сегодня говорят, применительно к сердечной недостаточности. Вот она, так сказать, эта строка. И мы видим минус 13% лидеры и минус 35% госпитализации хронической сердечной недостаточности. Я думаю, что в снижении общей смертности всегда идет дискуссия, потому что здесь не очень так хорошо спроизоцировать себя. Проявили препараты по инсульту, блестящий по инфаркту, но вот смертность общая и сердечно-сосудистая они смесились с моей точки зрения благодаря более редким госпитализациям в связи хронической сердечной недостаточности. Вот когда мы говорим о персонифицированной медицине, я уже сегодня в этих аудиториях произносил термин моно- или олига- многоцелевая терапия. Вот помимо всего прочего, что решает этот препарат? Вес уменьшается, важно для больного удар, инсулиночувствительность меньше, риски меньше. Давление, то о чем говорил Юрий Михайлович. Вроде как бы немного, но это избавляет нас от лишнего добавления того же гидрохлоркиозиды и другого лекарственного препарата. Ну а вот класс специфический эффект есть или нет? Ну похоже, что в отношении сердечной недостаточности у группы СЖЛК-2 схожие изменения, но я хотел бы обратить ваше внимание, посмотрите, значительно быстрее достигается эффект на терапии эмпогликлозином по уменьшению риска сердцезпитализации в отношении сердечной недостаточности. Ну и вот то, что было получено в Эмпорек, что подвигает нас назначить этот препарат нашему больному, который был Юрий Михайлович в разборе, в итоге 34% снижения сердечно-сосудистой смертности от хронической сердечной недостаточности. Еще одна очень важная составляющая это то, что польза назначения эмпогликлозина больным с сахарным диабетом, а это я опять цитирую исследование Эмпорек, она не зависела исходно, была у больных хроническая сердечная недостаточность, не было хронической сердечной или была хроническая сердечная недостаточность. Но я не люблю эту фразу, когда говорят, что врач не должен думать. Врач должен думать, но здесь вы, назначив этот препарат для коррекции углеводного обмена решите вне зависимости от того, что происходит с сердцем этого больного проблему снижения риска развития хронической сердечной недостаточности. И впечатляющие цифры, даже у пациентов, у которых не было снижение 41%, а там, где она уже была, 25%, значит, очень хорошая профилактика сердечной недостаточности, и поэтому, конечно, мы об этом должны говорить. Ну и госпитализация риски, вы видите, тоже практически два, и на 30% были ниже. Теперь посмотрите то, что я всегда акцентирую. Юрий Михайлович, я подойду к тому, что вы говорили, много он получает, да, больную таблетку, но он и будет их много получать. И для нас здесь чрезвычайно важно, что работа лемпоглифлозин вне зависимости от базовой терапии, больные получали ингибиторы или заотаны, диуретики или не получали, и во всех этих ситуациях, вне зависимости от базовой терапии препарат сработал. Более того, я не помню, на следующем слайде есть или нет, этого нет, я приведу цифры. В МПРГИ на ингибиторах АПФ и заотанах было 94% пациентов. И в МПРГИ на статинах было 76% пациентов. То есть, на фоне мощнейших кардиопродуктивных препаратов с доказанным влиянием на конечные точки у больных сахарным диапетом ушкин поля, препарат новый, совершенный из другой группы, он предемонстрировал позитивные эффекты. Я еще раз хотел бы на эти две вещи обратить внимание, вне зависимости от диуретиков, вне зависимости от блокады ренино-гидензиновой системы. Ну и вот качество иллюстрации того, что я говорил, как раз уменьшение количества госпитализации приводит в итоге к снижению сердечно-сосудистой смертности. Теперь посмотрите, как быстро меняется все. Работа 2017 года. Сегодня уже говорят о том, что идеальная парочка это блокадо ренино-гидензиновой системы, неважно чем, зооктановым или ингибитором, в сочетании с назначением SGLT2, потому что они взаимно дополняют друг друга на уровне почек их механизм действия синергетичен и соответственно они выравнивают и давление, и они улучшают фильтрацию, и они выводят глюкозу и в итоге, так сказать, увеличивают количество выделяемой жидкости. Следующая позиция уже совсем вы видите новое достаточно слайдное, это тотальная протекция через почки защита сердца, уменьшение микроальгуминурии, уменьшение через это сердечно-сосудистых осложнений, ну и, конечно, мощнейшая нефропротекция за счет этого. Мы понимаем, что там есть КСН, определенные есть КВП, это достаточно сложный часто выбор, но комбинированная терапия диабетической кардиопатии и диабетической нефропатии. Теперь следующая позиция, уже Юрий Михайлович говорил, мы сегодня имеем практически новый класс диуретических препаратов, и в этом есть большое сходство. Ну вот здесь как раз показано, что в сравнении с диуретиками классы классические, то есть мы даже за тавтологию, извините, но то, что всегда применяется для уменьшения объема задержки жидкости и эффекты, у Эмпо-рега эффекты значительно лучше, чем минералы, ну, сопоставимы с минералок артикоидами, о которых говорил Юрий Михайлович, и лучше, чем у теозитных диуретиков при сердечной почке, надо учитывать, вот здесь как раз Эмпогридлазин вы видите только при функции ниже 40 индекса пятигломерулярной фильтрации проблематично становится с точки зрения назначения. Ну вот здесь опять очень мало крестиков снижения сердечной недостаточности, кроме СЖЛТ2 у нас непрелизин, ну и в одном из исследований статины, подействовать нам на них нечем, а у нашего больного это одна из задач. В рекомендациях Юрий Михайлович уже цитировал, я не хочу на этом сильно много останавливаться, но для нас есть еще одна вещь, которая принципиально важна. Продемонстрировал существенное снижение смертности и общей смертности и госпитализации. Ну, в конечном счете любая наша терапия направлена на то, чтобы больной жил лучше. Значит, вот этот вариант терапии с использованием эмпоглифлозина, я тогда считаю, что мы должны наша задача популяризировать этот препарат, вывести его с территории эндокринологов, диабетологов на территорию кардиологов и терапевтов, потому что там популяция, там основные усилия должны быть сосредоточены. Кроме этого, конечно, мы должны создать стройный алгоритм действий врачей и специальностей. Потенциал колоссальный, но вот здесь все, включая снижение симпатической активности, оксидативный стресс, мочевую кислоту, чрезвычайно важный механизм ОСЖЛТ2, потому что мы помним, что мочевая кислота это самостоятельный фактор риска смертности. Ну и я хотел бы здесь еще один аспект привести, вот в качестве того, что Юрий Михайлович говорил, много о передобреле, у этого больного есть мощное воспаление, связанное оно с сахарным диабетом и жировой кани, и нам надо повлиять на гипотины. Вы видите, что здесь как раз одипонегин одна из причин, вернее, одно из механизмов, из-за которых развивается сердечная недостачность, при ишемическом генезе он значительно снижен, и одипонегин и лептин это те гормоны, которые гипотины играют на уровне поражения почек. И вот здесь как раз воздействуя на них, мы можем тоже добиться определенного результата, но для воздействия на них нам безусловно нужно иметь возможность в арсенале использователей гибитера В этом плане конечно перенаприл не знает себе равных ни по влиянию на инсулинорезистентность, ни на эластичность сосудов, но самое главное вот он пул провоспалительных цитокинов, но воспаление подавляется в три раза, я это сегодня несколько раз показывал, но это ключевой эффект перенаприла. Плюс улучшение тромбатического статуса, улучшение эндотелиальной функции фибринолиза на этом препарате, ну и соответственно вот прямые сравнительные исследования хет-ту-хет пристариваем эндолаприлы, явно выигрыш пристариваем во всем агипатинам, значит это лучшая защита почек, это как раз то, что объясняет значительные степени и эффекты его на фоне в этом ларкаторе по кальцинозу, по эластичности сосудов и исследования Европы, то о чем говорил Юрий Михайлович. Ну и наша работа вот она тоже показывает, посмотрите, если был диуретик и потом поменен, он я не говорю о нашем конкретном больном, потому что понятно, что у него без диуретика наверное сложно будет обойтись, но воспаление в два раза, лептин на четверть и адипрониктин на 30% снижаются при назначении перендоприла. Ну вот наши исследования хет-ту-хет показывают, что в этом варианте это сказать, когда мы используем другие тоже диуретики, мы можем подальник воспаления и не случайно я здесь привожу орифон, потому что мы знаем, что адванс исследования, которые цитируются во всех руководствах по диабетологии, считают препаратом выбора комбинацию перендоприла и амлодипина. И вот посмотрите, тоже минус 36% воспаления ростатипонегтина. И это все приводит к снижению общей смертности и улучшению функции почек. Значит, соответственно, мы должны сегодня очень четко понимать, что ставя задачу сначала оккупировать симптомы, потом защитить органы в мишени и улучшить прогноз. Не все препараты являются одинаковыми. Ну и сегодня, конечно, есть совершенно четко новая концепция патофизиологии сердечно-сосудистых заболеваний, где колоссальную роль играют антипотины и на них тоже нужно воздействовать. Отдельная тема диабетическая нейропатия, с чего мы начинали. Очень простая диагностика, не требуется никаких эксквизитных приборов, надо просто знать раков в этих пробах. Но мы должны знать, потому что это все приводит к особенностям поведения и особенностям клиники у этого больного. И здесь, как ни странно, опять, я понимаю, что, как говорил Жванецкий, это визнатоков штучка, но здесь перинтоприл оказывается тоже полезным. Вы видите, что он нормализует вагосимпатические влияния у больных с диабетической кардионейропатии. Плюс, бонусом, улучшение его влияния на перекисное окисление липидов, утилизацию глюкозы. Наша работа, которая показывает, что при диабетической кардионейропатии сопоставим вполне с альфолипоевой кислотой, улучшает толерантность к физическим нагрузкам, сократилась миокарда левого желудка, еще влияет на эндотелик. Поэтому, да, ну и вот еще, посмотрите, нет сахароснижающих препаратов, мы говорим только что зеркально-диабетических препаратов, которые приносят эффект в кардиологию, так грубо говоря, а здесь наоборот кардиологически позволяет нам лучше контролировать глигированный гемоглобин, улучшать реологию крови. Поэтому, конечно, выбор препаратов, он, я считаю, что вот это для этого и существует клиническая фармакология, когда врач должен понимать в ограниченном своем ежедневно применяемом арсенале препаратов, он должен знать нюансы действия каждого из этих там 100 препаратов, после которого начинается, ну вернее, с которых начинается очень гранатный врач. Спасибо. Коллеги, какие у вас есть вопросы? Знаете, что интересно, вот буквально два предложения, которые перед тем вопросом, который я задам. Да, печень украины и бронетоги, да, некоторые застои, да, больному выполнили повторные ЧКВ со стетированием, со стентом с лекарственным попрытием, все замечательно, хорошо. Да, у него сахарный диабет, да, повышенную глюкозу. Мы говорим о эрбоглифлозине. Попробую просчитать идеологию врача-кардиолога. У него есть застой, я веду диуретики. Чем больше, тем более агрессивным я попробую быть. Но ведь вполне может получиться так, что врачи отпустят с этими диуретиками больного врачи-кардиолога. И надо сделать для того, чтобы врач-кардиолог не просто отправил к докринул к своему коллеге, но может быть поставил четкий вопрос тогда, я могу уже сейчас назначить место диуретика. Врач-кардиолог скажет, определить уровень давления степенью застоя. Либо формулировка вопроса должна быть другая, просто чем больше ступеней, тем больше вероятности, что мы останемся на уровне теории, а мы обсуждаем практику. Вот как найти вот это решение? Мне вопрос. Ну и вам, ко всем присутствующим коллегам, потому что понимаете, в чем дело, мы знаем результаты, но вопрос сводится к тому, что врач-кардиолог должен рассматривать это лекарство как имдокардиальное лекарство, хотя это сахароснижающий препарат. Что нужно сделать? Как будет себя? Я думаю, что здесь образование слишком общие слова, вот в моем понимании это должен быть четкий алгоритм пошаговое действие врача-кардиолога, что ну как вы рисовали там, если исключить ОЦК, если давление и так далее, и тому подобное. То есть мы должны вообще понимать первое, что мы ожидаем. Второе, это сказать, мы должны, ну есть в конечном счете среднестатистические показатели снижения того же кликированного гемоглобина. Ведь ну вряд ли кардиолог будет заниматься достижением целевого кликированного гемоглобина, тем более, что он так периодически меняет. Сейчас вообще появилась концепция, что и восемь с половиной хорошо, и может ничем не заниматься. Значит, должна быть подшаговая инструкция, что должен сделать. То есть, во-первых, ситуация, ну исходить вот если тот пример, который вы взяли, значит, то, во-первых, сразу лимитирует нас очень сильно с неинтактной печенью в отношении диазидных дюэй. То есть диазидный уже минус, потому что это не та ситуация, значит, речь идет о петли, значит, дальше станет упленический вопрос. Петлевые, да, хорошо, но мы знаем ценную совокупность побочных эффектов петли, типа колемии, и так далее. Во-первых, так как он петли, то есть это тор, 8, и так далее. Следующий момент, они справятся, эти петлевые диуретики, с той увеличенной печенью или нет? Потому что увеличенная печень, мы понимаем, что это, как видимо, нарушение либидного обмена, и плюс к этому еще бонусу, наверное, полетит гиперпеглицеридемия, то есть ни о том, то, что мы называем, алкогольная жировая болезнь, и в этом плане будут полезны? более того, мы с вами здесь не сказали, почему-то обычно мы сходимся, а это вот как-то мы опустили с вами. Если говорить о пепогликлозене, то основной механизм, который сейчас, припомин всего того позитивного, что мы говорили, предопределяет его влияние положительной на смертность, это как оказалось, гематокрита. Поэтому может быть решение как раз банально через уровень гематокрита как критерий назначения или не назначения эмпогликлозина. То есть, вот, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что это должна быть создана пошаговая инструкция к принятию такого решения. Ну и соответственно, формирование мотивации врача-ардиолога все-таки думать не только о мозгом блоке, что вот я привык работать с синдромомом таким-то, осуществлять действие такое-то, а все-таки смотреть за пределы. Потому что ответ врача-ардиолога будет очень простой. Есть застой, я назначу петлевой диуретик, мы понимаем, какой, скорее врач будет говорить о теросимите. Ну да. Назначил врач-кардиолог теросимит, произошла определенная объемная разгрузка, но мы, может быть, больше выиграли. А я задам вопрос, а чё с кем вот так ритм стало? Соответственно, напрашивается тогда система контроля. Иными словами, выходит, уважаемые коллеги, что вот когда мы лечим каждого своего больного на своем этапе, состыковка между этапами, перечим параметров, которые надо передать своему коллеге, который обязан посмотреть, ведь это подразумевает не просто сказать, что это должно быть так, это должно быть рекомендация, это должно быть стандартно, порядка оказания помощи между разными этапами. Выходит, что очень большой блок это образовательный. Вот то, что мы обсуждаем сейчас, например, согласительный. Ну да, конечно. Ну и, Юрий Михайлович, я думаю, что здесь есть еще один момент высказать слово мотивация. Мотивация, она должна сломать одну вещь. Мы лечим не симптомы, а мы, ну, там, должно, поемничать и сказать силу доктрины государства, снижение смертности должно быть. И препарат, который, ну, я может быть, очень поляризую это, но скажу так, по-видимому, не нужны те препараты, которые не снижают смертность. А не для чего? Ну, с добавлением, что я буду себе это очень провокационно, что, ну, конечно, я скажу так, что, наверное, теоретики снижают смертность, зато, за счет того, что они здесь не дают ее минуту умереть. Но долговременная стратегия, она должна во главу угла ставить для любого врача, кардиолога, или терапевта, и так далее, что он лучше. Уж, то, что... Есть святой показатель по рекомендациям, уровень доказательности 1А. Тогда получается, что во всех наших нормативных документах, во всех наших историях болезни амбулаторных картах поставил диагноз, значит, соответственно, самым высокому уровню доказательности должен быть тот или иной печень препаратов. Я пока не говорю про дозы. Доза – это вторая тема разговора, но по сути это все препараты, которым я это прогноз 100% согласен. Ну, я еще добавлю, видимо, экономическая составляющая не только пациента, но и общества. Я всегда привожу то, что я докладывал на разные встречи, митинги по фармакоэкономикам. Как вы думаете, сколько стоит одна сохраненная жизнь на... Ну, вы знаете эту цифру, поэтому, вот аудитория, как вы думаете, сколько стоит одна сохраненная жизнь, сколько нужно потратить государственных денег для того, чтобы сохранить одну жизнь с использованием при технологии использования МПП-20. Ну, вот она смертность там снижается, видели, да, так сказать. Вот сколько стоит одна предотвращенная смерть? Ну, я вас не буду пытать, значит, она стоит около 6,5 миллионов рублей. Значит, отсюда следующий вот организатор здравоохранения у меня поймут, что если мы потратили менее 6,5 миллионов на закупку этого препарата, мы их выкинули в воздух, просто коту под хвост. Но это же не самая страшная цифра. Я вам назову и наглютим, виктозу. То же самое приводил лидер. А там, знаете, сколько стоит одна сохраненная жизнь? 33,5 миллиона. Вот это фармака технологии, вот то, о чем говорил Евгений Владимирович Робелью Бестмейнсен, вот она, так сказать, имплементирована в реалии. То есть, я еще раз говорю, вот мы, но я не помню, Виталий Владимирович, вы сейчас знаете, был лучше региональные программы. Но я еще раз говорю, что если наша область закупила эмпоглифлозина, рамка уже в НЛП, или 7 СССР, или чего-то, меньше, чем на 6 миллионов, значит, ни одной жизни не спасли. парадокс, это, конечно, сложно уложить в голове, но вот это цифры. Это очень интересно. Представляете, это классический подход по переходу от восприятия теоретического результата в практическом действии должна быть имплементация в виде какой-то суммы денег. Я так понимаю, что минимум 6 миллионов. Ну, это не минимум, это 6 с половиной миллионов. То есть, они должны быть выделены на закупку. Если вы выделили 5, то вы жизнь не предотвратили, не сократили. То есть, 30 миллионов попалировали. Но это не только касается на самом деле. У нас сейчас с москвичами выйдет работа по вот такой фармакоэкономике. Потому что я не рискнул это публиковать, я честно скажу, потому что я понимаю все последствия для себя, так сказать. Мы сделали нейтрально. Мы с ряжемся в это за фармакоэкономике первого меда работу по вот такой вещи по холку-3. И я могу сказать, тоже цифры немаленькие. Ну, приведу пример. Если лечить пограничную гипертензию артериального андозоотана как следует из исследования трофи, то стоимость одного случая предотвращенной артериальной гипертензии 21 миллион. В любом случае, коллеги, для того, чтобы вы не напугали всю нашу аудиторию громадными цифрами, они же смущают, же миллионы, мы понимаем, что это признак прежде всего построения осознанно целенаправленной системы. Здесь не может быть чего-то меньше, чего-то больше. То есть, это подразумевает, коллеги, естественно, комплексный подход, говорящий о том, что за этим идет улучшение прогноза. Это более долгие годы жизни. Ну, конечно, я говорю о популяционном, конечно, если мы назначены крупиклазным ответом. Вот сегодня был, когда мы с вами были на симпозиуме, не дашь, он говорил, вот у меня там ожирение, то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. С моей точки зрения, ответ-то простой. Ты не принимаешь статину, ты заведомо ставишь себя в позицию более высокого сердечно-сосудистого риска. Хочешь ты это делать? Стать то же самое с эмпопликлазином. Понятно, что я привел в цифры популяционные, но каждая таблетка, принятая эмпопликлазином, у этого конкретного больного, она чуть-чуть снижает риск его умереть в сердечно-сосудистом потолоке. Поэтому я думаю, что здесь не надо пугаться. Это такое вот мажня просто. Хочу сказать, что все эти новые технологии, они очень затратны для общества. Но для конкретного больного это, ну, как статина при ишемическом институте. Не принимаешь, может и через 3 месяца или полгода. У нас был такой пример на обществе вменное количество лет назад. Помните, когда мы обсуждали двойную терапию и потратили на ЧКВ такое-то количество сотен тысяч рублей, а потом просто потому, что не было этой терапии, плюс столько же. То есть реально выходит, коллеги, что любое назначение, когда оно попадает в рекомендации, как то, что мы должны делать к самому высоким уровню доказательности, мы пропускаем хоть что-то одно, это к разговору о количестве таблеток, риск смерть его раздаёт. Михаил Михайлович, могу сказать, у нас идея как раз посчитать, что будет стоить двойная и тройная терапия. Понимаете, что будет в цене? Будет немаленькая сумма. Уважаемые коллеги, появились ли вопросы в аудитории? Если нет, спасибо вам большое. Действие, которое именует с Конгресс кардиологов в Российской Федерации в городе Героя Волгоградь несомненно состоялся. Вам спасибо большое за активное участие в этом Конгрессе. Это действительно первый раз. И мы все выражаем благодарность Российскому кардиологическому обществу, что город Волгоград был выбран в качестве первого пилотного проекта для проведения этого мероприятия. Всё у нас получилось. Напоминаю, что в среду у нас состоится очередное заседание кардиологического общества, куда я вас всех приглашаю. Спасибо вам большое. Спасибо за участие. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.